Всем добра и позитива! Игровой канал Dillon Game приветствует вас! И я предлагаю посмотреть новое видео по игре ОМСИ-2. Наконец-то карта Русская Глубинка приобрела уже финальные черты. Теперь на карте действует 8 маршрутов. Маршруты также изменили свою нумерацию. Раньше маршруты на карте были как однозначные и трехзначные. Но автор карты Сергей Куканов, он выявил ряд проблем. Действительно, и мной были замечены такие проблемы. Трехзначные маршруты, они работали некачественно, четко. Особенно с русскими автобусами, с нашими отечественными автобусами. Никаких проблем и нареканий не было. Но если автобусы использовали зарубежные, такие как МАН, Мерседес, вот там возникали проблемы. Маршрут выставить можно было, но вот пассажиры ни в какую не садились в автобус. То есть они как будто его не видели. Но Сережа покопался, он молодец, что досконально так относится к своему делу. Он нашел в чем причина, он эту причину решил. И то есть он создал теперь однозначную нумерацию с первой по восьмой маршрут. Сегодня мы с вами поедем как раз таки по восьмому маршруту. По карте Русская глубинка. Вот мы с вами находимся на остановке Маниловка. И поедем в Ново-Елагинск. Ново-Елагинск, по-моему, так будет полное название звучать. Конечно, на остановке. Оно здесь у меня в табличке не вместилось, поэтому я его немножко сократил. Ну и, естественно, преодолеем это расстояние, пожалуй, на самом легендарном автобусе. Это ЛАЖ-695НГ. Вот такую окраску имеет наш сегодняшний с вами автобус. Окраска это, скорее всего, город Арзамас, насколько я понимаю. Не знаю, какие автобусы в Арзамасе бегают, в какой окраске. Но надпись гласит, что это Арзамас. Автобус из Арзамаса. На самом деле, это довольно-таки очень уникальный город в России. Чем же он уникален, этот город? То, что там до сих пор на городских линиях трудятся два автобуса марки ЛАЗ-677М. То есть, два легендарных автобуса. Не знаю, сколько они лет там уже работают на линии. Но они до сих пор продолжают трудиться. Не знаю, сколько они еще проездят. Но все власти города грозятся, что они скоро спишут эти автобусы и уберут с городских линий. Потому что, ну, они, в принципе, уже морально устарели. Хотя, несмотря на то, что они воспитали уже не одно поколение людей вот в этом замечательном российском городе Арзамас. Но, к сожалению, Арзамас никакого отношения не имеет к карте «Русская глубинка». Только у нас сегодня будет вот автобус этой вот окраски. Автобус – это модель. Я вообще катался на ЛАЗах 695МГ. Уже был у меня обзор, но там была старая версия. Здесь уже версия немножко доработана. Это от группы ребят ВКонтакте. Здесь у них есть, по-моему, группа, называется «Заквоза-23», если я не ошибаюсь. Но здесь я правильно все произнес. Моделька немножко доработанная. Естественно, мы с вами немножко все посмотрим. Что же здесь похорошело, что стало лучше. Как видим, на колесах уже колпаки появились. Ну, давайте, наверное, начнем по порядку все рассматривать. Ну, здесь все на лицевой части у нас без заменения. Как положено, здесь у нас имеется вот такое запасное колесо. Лежит, оно присутствует, никуда оно не делось. Все находится у нас с вами на своих местах. Ну, здесь видим немножко, скорее всего, то, что автобус окрашен, имеет вот эту окраску. Но, я думаю, все должны знать из истории то, что автобусы ЛАЗ вообще имели двойное назначение. В случае войны на плечи автобуса ЛАЗ-695 возлагалась такая задача. Здесь должен быть вот такой люк открывающийся. То есть, если война наступала и, можно сказать, автобусы превращались в такой мобильный госпиталь. То есть, через этот люк могли заносить спокойно на носилках раненых и оказывать уже прямо в этом автобусе какую-то первую помощь. Но, я думаю, скорее всего, сиденья сразу убирались. И тут бы, скорее всего, какое-то медицинское оборудование было бы дополнительное. Вот такое назначение было стратегическое у автобуса ЛАЗ-695. Но, на самом деле, автобус действительно очень крепкий. Я считаю, очень удачный автобус получился. Он может ездить по любым типам дорог. Пусть двигатель не самый здесь мощный стоит, но двигатель это позволяет преодолевать любые преграды. Так сказать, такой, знаете, танк на колесах. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас здесь расположилось в лючках. Как положено, противотуманки никуда не делись. Вот они расположены уже на своих местах. Также на задний мост мы с вами сможем одеть вот такие вот колпаки. Здесь у нас решетка радиатора. Такая имитация, по-моему, и есть, присутствует. Можем поставить, можем убрать. Ну, в принципе, поставить. Но вообще только автобус делает намного симпатичнее и красивее. Вот. Так, это сейчас мы с вами закроем. В заднем связи, как положено, расположен у нас с вами двигатель. Ну, тоже, пожалуй, знаменитый двигатель. Двигатель, который уже ушел в историю, потому что завода Зила нету. Шестилитровый V-образный, восьмицилиндровый Зиловский двигатель. На 150 лошадок. Так, по-моему, 402 ньютона крутящего момента. Можно с моторного отсека запустить как раз-таки двигатель. Не знаю, насколько это у нас с вами получится. Как-то раньше мне это удавалось сделать. Так, все-таки придется, наверное, в кабину идти, чтобы запустить нам с вами двигатель. Разучился. А нет, не разучился. Но настоятельно рекомендуется перед запуском двигателя, естественно, чтобы автобус у вас стоял на ручнике, была включена нейтральная передача, для того, чтобы автобус, когда вы запустите двигатель, от вас бы не убежал. Как видим, все анимировано, все работает, все вертится, все крутится, как положено. Ничего не изменилось. Здесь мы с вами сможем включить печку. Но чтобы еще печка работала, надо будет зайти в салон, тоже там открыть люк. Здесь мы с вами можем поставить фиксатор, для того, чтобы двигателю легче дышалось бы в жаркую погоду. Как и положено, на крыше автобуса у нас расположены баллоны с природным газом. Здесь идет вот такой вот топливный магистраль. Как раз-таки газ бежит в двигатель, но не прямо в двигатель, он бежит к редуктору, который понижает давление, потому что давление очень высокое в этих баллонах. И уже давление, когда понижается, то газ смешивается с воздухом и уже поступает, естественно, в камеры сгорания двигателя. Лючок бензобака, тоже все есть, метан, вогнебеспечен, то есть все надписи присутствуют. Вот, версия у нас это автобуса старая, потому что присутствует дверь для водителя. То есть у водителя свой отдельный вход, имеется подножка, все детализировано, все это присутствует, все на своих местах. Как уже знаем, на более поздних версиях автобуса ЛАЖ-695 уже водитель не имел отдельную дверь. Но это было связано с удешевлением самой конструкции автобуса. Ну что ж, давайте перейдем уже, давайте, наверное, с салона начнем, так будет правильнее, вот с последних рядов. Как я их раньше крестил, это места для крутых парней. Вот наш печка с вами, чтобы в салоне было бы теплее и уютнее. Так, сдвижные форточки. Все работает, все функционирует, это никуда не делось. Так, свет в салоне есть, вторая сторона тоже работает. Вот так можно пройтись по салону. Ну что сказать, салон довольно-таки простой, крепкий, надежный. То есть здесь у нас имеется уже в передней части автобуса вот такая накопительная площадка. Здесь может как раз-таки большое количество людей встать, потому что переднее сидение вот таким образом расположено. Ну, для меня в детстве было это тоже самое козырное место, вот так сидеть и следить за дорогой и наблюдать, как работает водитель. Здесь у нас тоже дополнительные лючки, все у нас с вами работает, все открывается, как положено. Аптечка есть. Ну, уже плавно так переходим на рабочее место водителя. Кстати, очень такая, я бы сказал, богатая комплектация. Такая интересная довольно отделка приборной панели. Я, кстати, в лазах такого не встречал. Знаете, можно назвать колхоз, но если бы в то время, вот я бы увидел такую приборную панель, это уже можно действительно назвать тюнингом. По современным меркам это уже колхоз у нас с вами. Так, здесь у нас тоже на фиксаторе что-то открывается. Сейчас посмотрим. Здесь, скорее всего, у нас предохранители какие-то будут. Да, здесь какие-то электросхемы автобуса. Мы можем поставить на место. У нас тоже закрутить фиксатор, чтобы это не болталось. То есть, детализация такая довольно-таки неплохая, действительно. Моделька похорошела. Стало лучше, приятно, что вот эти старые модели автобусов, они действительно попадают к ребятам в надежные руки. И только от этого модели становятся лучше и хорошей. Ну что ж, наверное, включим с вами ближний свет фар. Так, противотуманка тут тоже должна включаться. Точнее, противотуманки. Сейчас. Да, все работает, все функционирует. Сейчас проверим дальний свет. Да, все меняется. Дальний свет тоже включается. Как-то плохо это видно. Сейчас еще раз. Да, дальний свет работает, все есть. То есть, все функционирует. Ну что ж, время отправления у нас сегодня с вами в маршрут довольно-таки будет очень и очень насыщенный. По времени занимает 40 минут. В 9.56 мы с вами отправляемся. Вот как раз-таки часы, которые точно указывают время. На часах, по-моему, 9.55. Одна минута еще в запасе есть. Пассажиры, там уже пассажиры, как всегда, на крышу залезли. Ну что ж, ребят, с автобусом мы с вами познакомились. И сейчас мы на вот этой надежной технике преодолеем маршрут под номером 8. Ну, здесь, как положено, схема переключения передач. Пятиступенчатая коробка передач у нас с вами. В принципе, лазу хватает. Лазу достаточно. Ну что ж, включаем вторую передачу. Тормоза наши с вами прокачались. И плавненько уже можем подъезжать к остановке. И забирать пассажиров. Прошу обратить внимание на стрелку спидометра. Вот это мелочь, которая просто воодушевляет этот автобус. Сейчас дверь закроем. Я раньше наблюдал на старых автобусах вот такой феномен был. Стрелка спидометра вот так вот скакала. Говорила о том, что автобус ожил и он уже двигается. Ну, в принципе, стрелка прыгала примерно до показаний в 40 км в час. Потом она стабилизировалась и уже показания можно было нормально считывать. Ну, здесь на этой модельке, конечно, реализована так стрелка постоянно. С какой бы скоростью вы ни двигались, она все равно будет прыгать. Но вот такая мелочь делает эту модель еще приятнее. Вот такая у нас богатая приборная панель. Такая вот имеется. Я не знаю, что это. Это деревянная вставка. Либо, знаете, раньше такие наклейки были под мебель. Скорее всего, я думаю, что это наклейка такая вот. Просто обклеена приборкой. Все, но сделано прикольно. Вот, смотрите. Имеются здесь вот такие вот у нас лошади, которые катают людей. В общем, такая уютная русская глубинка. И понравилось, что есть кусочек вот этого бездорожья. Хоть чуть-чуть, но он присутствует. Вот этот вот кусочек. Здесь у нас с вами вот такой ремонт дороги. То есть стрелка уже за 40 скорость у нас идет, а стрелка продолжает так интенсивно прыгать. Вообще хочется сказать огромное спасибо автору, что он берется за свои старые проекты, улучшает, дорабатывает, делает их крашу. Посмотрите, какая осень красивая. Вот у меня за окном такая красота стоит. И в игре вот полностью атмосферу передал вот в этот виртуальный мир. Если взять предыдущую версию русской глубинки, версию 1.5, это у нас с вами уже версия 1.6, это можно сказать вообще две различные карты. В той карте, да, там есть огрехи, но там тоже были свои плюсы. И очень много своих плюсов было в той карте. 1.6 версия похорошела, стала еще лучше, стала еще насыщеннее. Честно скажу, для себя, я, допустим, карту русская глубинка 1.5, я ее заархивировал, она у меня лежит в архиве, это карта старая, версия 1.5. Я знаю, что пройдет время, я все равно достану версию 1.5 и буду играть тоже с большим удовольствием. Вообще, у Сереги много таких интересных довольно-таки проектов. Он спокойно может взять свои старые проекты, особенно первоначальные карты, взять, улучшить, доработать, сделать их еще лучше. Учитаемость по зеркалам как-то вот все-таки немножко угол обзора надо было бы, наверное, увеличить. Вроде бы посадка за рулем довольно-таки нормальна у меня, но вот, к сожалению, ну, в левое зеркало, конечно, обзор мог бы быть и получше бы. Смотрите, какие надписи присутствуют. Берегите лес. То есть, появились у нас с вами новые указатели, новые дорожные знаки. То есть, русская глубинка, она стала намного цивилизованнее. Что хочется сказать по модели автобуса. Модель похорошела, стала действительно динамичнее. Вернулись те придаточные числа, ну, которые положены ЛАЗу 695. То есть, спокойно можно ехать эти 90 км в час на автобусе. Если помним, что прошлая версия на метане, она была ограничена. По-моему, даже там 70 км в час съездят только с горы. Там 65-68 максимум был. Вот, прошу обратить внимание, теперь в трафике бегают руты, что тоже довольно-таки очень атмосферно смотрится, как раз-таки для русской глубинки. Вон, рута побежала, как видим, сзади. В общем, русская глубинка. Слышен звон колоколов, ухоженная местность, остановки, урны для мусора стоят. В общем, ну, такие мелочи, они только радуют. О, надо передачу пониже включить, а то я еду, наверное, с третьей. И маршрут, на самом деле, довольно-таки очень такой насыщенный, интересный, атмосферный. То есть полностью погружаешься вот в эту виртуальную реальность, осень, я не знаю, хочется просто, едешь по такой узкой дороге, хочется просто наваливать. Мелькают дома за окном, вот эти деревья, очень атмосферно все смотрится. Показания скорости довольно-таки сложно считать. Так, стрелка прыгает, непонятно, она колеблется в районе 50-70 км в час, но средняя арифметическая получается 60, то есть свою крейсерскую скорость на автобусе мы держим. Я так понимаю, здесь пассажир, наверное, сидит. Я сел на него и смотрю сквозь него на дорогу. Вообще просто божественные звуки, которые доносятся сзади, с моторного отсека. Вот здесь дорога извелись, так к этому тоже надо быть готовым. Субтитры делал DimaTorzok Оранжевая стрелка, это указатель, указывает, что здесь можно заправить автобус, но у нас баки почти полные, поэтому заправляться не будем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Еще только, знаете, не хватает таких вот расписных заборчиков. Такие заборы есть, но они довольно-таки простые. На самом деле, когда едешь по сельской местности, вот особенно я это замечал в Беларуси, вот там деревни просто, я не знаю, как сказка. Вот едешь по такой центральной дороге, заборы просто, все выкрашены, настолько красиво, даже пускай они и разные, не одинакового цвета, ну просто едешь, как по сказке какой-то, бордюры, все выкрашено, столбы, деревья. Здесь такое, конечно, парковочное место, не очень удачное. С двух сторон машины стоят. Дорога вроде бы не узкая, но вот эти машины как раз-таки так создают проблемы немножко. Вот коллега едет. Но это место просто насыщено остановками. Три остановки подряд. Так, по времени у нас все нормально. Вот, кстати. Надо фиксатор убрать этот. Вот еще мы с вами можем уюта создать в автобусе. Как-то про это я забыл. Сейчас решил камеру потрогать, это самое. Вот. Стало намного уютнее в салоне нашего с вами автобуса. Как видим, шторки появились у нас и на окнах. Слушайте, ну колпаки. Шторы на окнах. Вообще автобусу придают просто богатый вид. Вот пассажиры почему-то неохотно садятся по местам. Видимо, экстремалы у нас сегодня едут. Любят, знаете, стоя ехать. Так, а вот и рута у нас, которая трудится в трафике. Их тут очень много. Как раз таки, я считаю, тоже неплохие автобусы. Очень четко подходят вот для работы в сельской местности. Довольно-таки очень выносливые автобусы. Автобусы. Тяжело на пятой передаче на маленькой скорости штурмовать такие горки. Ну вот, горы стали чуть поменьше. Раньше, мне кажется, они здесь покруче были. Вот, брошенные лязики стоят. Уже совсем ничего не осталось, только сам кузов. Греб os ящик поднимет. backa. Субтитры сделал DimaTorzok Очень атмосферная То есть, ну, покидаешь вот эту вот Ну, блин, дверь не закрыла Дверь срочно закрыть, а то мы уже собирались выходить Вот, покидаешь вот эту вот уже сельскую местность, дома И погружаешься вот в такую вот глушь Где лес, природа Ну, смотрите, хотя и тут цивилизация присутствует Есть фонари Ну, в принципе, здесь такое место небольшое Но если остановиться на автобусе и так постоять немного Такое ощущение, как будто отъехал далеко-далеко Куда-то совсем Километров 200 куда-то за город уехал Как-то невнимательное было К сожалению, жалко никакой индикации нету То, что у нас открыта была задняя дверь И в зеркало как-то я даже не увидел Так, опять я с пятой передачи трубюсь Еще вот радует такой стандартный руль, но в оплетке Это, по-моему, была редкость в лазах Обычно я помню, ну, обыкновенные рули были Либо изолентой замотано что-то было Либо, знаете, из проволоки такая облетка была А вот эта здесь уже такая облетка поприличнее Поэтому я и прозвал Так, вы знаете, автобус довольно-таки С неплохой комплектацией По современным меркам колхоз Но тогда считалось это Класса люкс уже Дорога такая извинеста Еще горы Автобус так и просится Ну, не тормози газой Но все-таки, если здесь переборщить с педалью газа Можно улететь вот в эти осенние деревья В эту осень, прям туда заехать Новый Елагинск Так, я как-то, кстати, указатель читал А, мы едем прямо Сейчас спокойно проедем А то, чтобы не напутать ничего Вроде бы поселок городского типа Небольшой Но запетлять здесь довольно-таки просто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перегазовочка, вторую включим Надо все-таки к остановкам как-то приловчиться На нейтралке подкатываться Ну, в принципе, если здесь отъездить Ну, не знаю, наверное, на этом маршруте Раз пять приловчиться вот ко всем горкам При горкам присмотреться Так, в принципе, можно уже отработать Такие действия, как раньше были у водителей Которые ездили на автобусах ЛАЗ Они уже с горки знали, с какой скоростью Точно, точь-в-точь просто подкатывались к остановке То есть, таким способом они с горы там Ну, разгоняли, не знаю, автобусом До 50 км в час и катились до остановки Следующей они уже знали, что Как раз-таки автобус докатится ровно до остановки И остановится И таким образом получалось у них Экономить топливо Ну, скорее всего, бензин они забирали Уже для личных целей, для личных автомобилей Ну, а почему бы и нет? Если у тебя есть такой навык И ты можешь как-то таким образом Экономить топливо Почему бы и нет? Потому что я помню, у меня, когда в деревню приезжал Сосед Он как раз-таки работал на автомобиле ГАЗ-52 Это была автолавка То есть, я ездил по селам И возил в деревню продукты, где нет магазинов И он как раз-таки тоже пользовался таким способом Он уже... Маршрут у него был изучен То есть, он там на горке едет Вот на горку забрался Потом катится с нее Вообще даже двигатель выключал, по-моему Хотя это нельзя было делать Но он выключал двигатель Потому что тормоза прокачаны Все-таки здесь пневмосистема вот эта Все пневматические тормоза от воздуха работают И он катился И таким образом экономил топливо У него была машина Своя легковая Которая ездила на бензине И потом вот этот сэкономленный бензин Он уже заливал свою машину Которая ездила на бензине А вот смотрите, где-то урны Есть полные, а здесь пустые Кто-то чистит, походу, их Кто-то следит за порядком В русской глубинке Звуки просто божественные Звук детства Надеюсь остановку я так никакую не проеду Мне кажется, чем больше скорость, тем Больше пляшет вот эта стрелка-спидометра Тем больше у нее амплитуда Ну вообще было грустно Попадались и такие автобусы 695 лазы Знаете, будучи ребенком Ты вот занимаешь вот это козырное место Ты понимаешь, что ты сейчас будешь наблюдать За работой водителя Как работает водитель Как он управляет этим автобусом Будешь смотреть в окно И будешь тоже считывать показания с приборов Такой садишься, все А спидометр не работает Вот это вот очень огорчало Были такие автобусы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну пассажиры больше уже начинают у нас с вами выходить Это уже говорит о том То, что мы с вами Приближаемся к конечной остановке Так, вторая передача Посмотрите, сложновато будет Ну скорее всего Вот это уже и есть Центральная часть города Новоелагинск Здесь как раз таки памятник Установленный Ленину Скорее всего Рейсполком какой-то здесь находится Наверное Администрация города здесь сидит Районом вот этого вот Потому что такое здание Довольно-таки очень массивное Как раз не горит Ну как раз таки посмотрим Что у нас здесь расположено Людей как-то очень много Многолюдно здесь Ну хотя трудно сказать Рекламой все завешено Может даже и не рейсполком какой-то А так что-то Типа торгового центра какого-нибудь Потому что я думаю Навряд ли бы на здание районной администрации Разрешили бы вешать Какие-то рекламные плакаты и баннеры Хотя в наше время все возможно Лишь бы доход приносило бы А остальное уже не важно Я даже не знаю У нас в салоне автобуса потеплело или нет Да, кстати, печка работает Но я бы не сказал бы, что печка Прям-таки ужарит Всего лишь 17 градусов Тепла Все-таки я оказался неправ Это скорее всего дворец культуры Радости Да, потому что здесь Ну такие здания, не знаю Навряд ли на дворец культуры Похожи Какое-то больше жилое здание Такое А вот как раз таки Вот это, где стоял памятник Ленину Там скорее всего Как раз таки и есть Дворец культуры Радости Пассажиры все уже Столпились у выхода Но смотрю кто-то Нет, я думаю В заднюю дверь кто-то хочет выйти Но смотрю тоже Пассажир решил через переднюю Щемиться Так, здесь Рута стоит Кстати, занял наше место В высадке пассажиров Но я думаю Пассажиры и тут охотно Выбегут Столько я не так уж Удачно стал Буду мешаться Проезжающим мимо машинам Насколько мы Кстати, время Опередили Как-то график Мы на 25 минут Опередили Как-то Расписание по времени Либо я очень быстро Ехал Но, к сожалению Скорость со спидометра Была считывать тяжело Ехал я довольно-таки быстро Ну вот такая Вот тоже ухоженная Конечная остановка Тут уже Полноценные контейнеры Для мусора стоят То есть Все чисто Все аккуратно Вот такой, ребят Довольно-таки Очень атмосферный маршрут Который действительно Погружает Вот в эту атмосферу Русской глубинки То есть Видим И здания Присутствуют Дворцы культуры Различные Памятнику Ленину В общем Все это олицетворяет Вот эту вот Русскую глубинку Смотрите Даже Герб Это скорее всего Герб русской глубинки Два меча И вот такие фрукты Блин Так Он подъехал Сейчас и я подъеду Аккуратно Чтоб задел Не мешаться по машинам Вот техника хорошая Безотказная Дверь открытая А он все равно едет Современный бы автобус Уже отказался бы Там двери Давай закрывай Ребят Огромное спасибо всем За обзор То что были вместе со мной Эти полчаса Не забывайте Проявлять свою активность Пишите комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Всем спасибо Всем пока И до скорых встреч